В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! Денис Куклин. Денис Куклин. Прошу организовать и провести противоаварийную тренировку по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-земный период, на территории муниципального образования города Архангельск. В период с 20 по 24 октября. Естественно, чтобы она была неожиданной и так далее, но для этого она готовится. Поэтому вот ждите привета, я буду в этом привете участвовать, я объявлю эту тренировку и сразу сделаю выводы тех, кто не справится с этой задачей. Ну, у нее детство же, в конце концов. Все взрослые люди понимают меру ответственности. Зима, еще раз говорю, только начинается. Вроде неплохо зашли в зиму и с таким большим количеством управляющих компаний практически, так сказать, зашли нормально. Будем тренироваться до тех пор, как военные. Будете спать у меня в одежде. Особенно те, кто касается жизни и обеспечения города. Обсуждали на планерке и эффективность работы окружных административных комиссий, которые, в частности, выносят нерадивым управляющим компаниям предписание об устранении нарушений. Если в Маймаксе такие комиссии эффективны на 30%, то в округе Воравино-Фактория они себя полностью оправдывают. Наложено штрафов на общую сумму 21 500 рублей, изысканно 25 000. Это с учетом прошлого года. В процентном соотношении это 116,3%. Мэр города потребовал от всех, без исключения глав, усилить эффективность работы административных комиссий, а также обратить пристальное внимание на вопросы благоустройства, незамедлительно вывозить с улиц сухие деревья, а также следить за состоянием тротуаров, в том числе деревянных. Люди, нормальный подход был к автобусным остановкам, переходам и так далее, и так далее. Все места массового прохода людей, сосредоточения людей, должно быть, уж если идеально не можем или просто не можем там убрать весь город, то хотя бы места вот эти, они должны быть на постоянном контроле. На очередной сессии городской думы депутаты одобрили предложение мэрии об изменениях в городской бюджет 2014 года. Дополнительные средства предлагается направить на решение вопросов городского хозяйства и социальной сферы. Прежде всего увеличены средства на исполнение судебных решений по представлению жилья путем выплаты денежной компенсации гражданам. Напомним, что в этом году в бюджете города на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей, которые направлены более 30 семьям, нуждающимся в новых квартирах. Дополнительно выделено 10,9 миллиона рублей. Компенсации смогут получить еще 5-6 семей. Другие решения, принятые на сессии, мы попросили прокомментировать мэра Архангельска Виктора Павленко. Сегодня 16 вопросов жизнедеятельности города рассмотрены. Они все важны, безусловно. Но особый интерес вызывает, конечно, вопросы бюджета, вопросы имущества. Сегодня был вопрос структуры нашего департамента городского хозяйства. Все они обсуждены, все они приняты. Что касается вопросов бюджетных, рассмотрели сейчас на третий год, это установление или получение дотации по налогу НДФЛ, или получение коэффициента, по которому мы сами работаем. Можно простым путем пойти, получить, скажем, в 15-й год это 94 миллиона рублей НДФЛ в виде дотации. Но мы понимаем, что идем по сложным пути, но у нас есть возможность все-таки планировать и эти деньги самим городу заработать, что касается НДФЛ. Вопросы хозяйственные и имущества, это утверждение плана приватизации на следующий год депутаты поддержали. Обсудили на сессии и доклад представителей управления городского УВД. Дабы помочь полиции поддерживать правопорядок на улицах города, мэрия Архангельска совместно с депутатами собирается активнее внедрять советский опыт. Городом создана добровольная дружина, она действует, выделено помещение налогенного, 31 рядышком с нашим УВД по городу, помещение, значит есть соответствующее там оборудование и так далее, назначено председателем ДНД. Но вот нет какого-то положения, которое мы сегодня услышали, но мы договорились в перерыве, что мы с милицией поработаем. Параллельно с сессией Гурдумы проходило заседание и депутатов областного собрания. Мэр Архангельска прокомментировал принятие ими во втором чтении закона о реформе местного самоуправления. Закон вступает в силу по истечению срока полномочий одного из органов. В данном случае срок полномочий мой как мэра истекает в марте 2016 года. Ну хотя тоже вот пока непонятно все-таки с течением полномочий какого органа. Самое начало отчета закона и его вступления в действие это март 2016 года. Поэтому как работали так и будем работать. Тем более что наверное есть возможность посмотреть по другим территориям, где этот закон будет буквально уже завтра что ли, что называется, работать. По новому посмотрим как он будет действовать. Мы действуем логично и вносили две поправки касающиеся только города Архангельска. Но они направлены были на то, чтобы оставить прямые выборы мэра города Архангельска. Ну и оставить систему выборную в целом в городе Архангельска такой как она есть. То есть прямые выборы мэра города Архангельска и депутатов Гордумы. Наши поправки не прошли. К другим темам. Все дети в Архангельске с трех лет обеспечены местами в детских садах. Мэрия продолжает расширять сеть дошкольных учреждений. В этом году завершается реконструкция детского сада Сиверка в округе Майская горка. Ход работ городские власти держат на постоянном контроле. На днях стройку проинспектировал мэр Архангельска Виктор Павленко. Для ликвидации очереди в детсады в Архангельске создана так называемая дорожная карта. По ней и проходит реконструкция Сиверка. На масштабный ремонт было выделено более 60 миллионов рублей из городского, областного и федерального бюджетов. Сейчас в детском саду уже проделан внушительный объем работ. Как отделочных, так и связанных с коммуникациями. Устройство отопления, вентиляции. Во всех помещениях установлены новые двери и окна. Подрядчик готов сдать объект в ближайшие дни. По внутренней части, то есть мы говорим про садик, планируем с первого часа. То есть все внутренние работы будут завершены 1 ноября. И внешняя работа подрядчик другой. До 14-го он нам дает информацию, что до 14 ноября. Он дает до 14-го, соответственно у меня тянутся все мои работы, которые после него. А еще там есть какие-то? Отмостка, фасад. Надо с подрядчиком вести работы, чтобы он сделал это все не до 14-го, а гораздо раньше. Видите, мы все ждем новоселья. Поэтому максимально надо. Сделана колоссальная работа. Молодцы, качества очень хорошие. Поэтому надо завершить. С честью завершить и запустить ребятишек. Кстати, в детский сад придут 230 ребятишек. А этот подарок им от мэра Архангельска. На выделенные из резервного фонда мэрии средства в размере 1 миллиона 776 тысяч рублей детский сад закупил для малышей полную комнату игрушек. Мы все расставим. Я поставлю игрушки. У нас ждут воспитатели уже. Они ждут, когда они к нам придут. То есть укомплектование полное? У меня все ждут воспитателей. 18 человек у меня есть. Младший воспитатель есть. Пищеблок весь уже ждет, когда я буду принимать. Очень здорово. Совсем скоро эти стены оживут и наполнятся детскими голосами. В целом мероприятия детской дорожной карты позволят создать до 2015 года около 2,5 тысяч новых мест в детских садах Поморской столицы. В Архангельске прошла масштабная тренировка по отработке действий городских служб по ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения в зимний период. Мэр Архангельска Виктор Павленко с проверкой посетил муниципальный центр гражданской защиты. Он оценил боевую готовность сил и средств городской службы спасения. Уже 8 лет городской центр гражданской защиты, созданный по решению мэра Виктора Павленко, бессменно стоит на страже безопасности архангелогородцев. В первую очередь это жизнеобеспечение населения города, основных территорий, чтобы было транспортное сообщение и подготовка пешеходных ледовых переправ. Нам переданы уже в этом году элементы комплексной системы оповещения города. То есть теперь на центр также будут возложены задачи по оповещению всего населения города в случае каких-то происшествий. Кроме того, переданы были в прошлом году ряд помещений, это и бокс, и склад, который также будет использоваться под хранение резервов по чрезвычайной ситуации. Будем разворачивать газопасательную службу. Кроме того, в России сейчас стоит задача по переходу на единый номер службы спасения – 112. На базе центра создан опытный участок, где такие звонки уже принимают. Мэр Архангельска Виктор Павленко оценил боевую готовность, сил и средств городской службы спасения. Была объявлена тренировка в части подключения, прежде всего, объектов к электроэнергии, в случае стационарной отключения электроэнергии. Но вот пока учения, так их назовем, идут успешно. Вот мы здесь в рамках этой задачи, здесь нахожусь для того, чтобы посмотреть еще раз силы и средства. И вот есть здесь на территории арендатор, который арендует помещение, определиться для развития службы, новых задач по газовому хозяйству и так далее. Задачи увеличиваются по созданию службы 112 и так далее. Необходимо помещение, чтобы определиться, или оставить их арендатору для эксплуатации, или их изъять для средств нашего муниципального учреждения МЧС. Дело в том, что часть помещений в здании арендуют коммерческие предприятия. Не все из них добросовестно относятся к муниципальному имуществу. Спасатели попросили мэра Архангельска передать эту площадь им в пользование. Виктор Павленко обещал всесторонне рассмотреть этот вопрос. Ведь безопасность горожан – одна из главных задач муниципалитета. Мы продолжаем рассказывать о жизни в различных округах нашего города. Сегодня мы посетим Ломоносовский округ. В последнее время здесь появилось несколько крупных социальных объектов. Впервые открылась новая четырехполосная дорога по улице Волчейского. Какие еще изменения произошли в этой части Архангельска – далее в нашем сюжете. В Ломоносовском округе городские власти занимаются самыми масштабными и стратегически важными для города объектами. Взять хотя бы дорожную стройку десятилетия. Улица Волчейского по кратчайшему пути связала морской и железнодорожные вокзалы. Километр 600 метров современной четырехполосной магистрали с разделительной полосой, широкими тротуарами и качественным освещением. Очень хорошую сделали дорогу. Получается, с рынка можно выехать сразу на привокзальный. Особое внимание безопасности дорожного движения. Так бордюрный камень, отделяющий проезжую часть от тротуаров, непривычно высокий. Улица Волчейского стала, пожалуй, самой современной трассой поморской столицы. Она связала площадь Дружбы с площадью устроящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. В народе улицу Волчейского уже давно называют «дорога к храму». И правда, с появлением трассы собор словно бы стал ближе. А собор уже давно вышегал из земли. Сегодня на нем уже установлены купола, на четырех его колокольнях размещены 16 колоколов. А стены храма, наконец, начали облицовывать белым камнем. Мы не строим планы. А я всегда все предоставляю Господу. И говорю, Господи, Ты все видишь. Если есть Твоя воля, чтобы он был, к примеру, на следующий год, через два года, через три года, помоги. Если нет, значит, позже может быть. Позже. Вот все должно созреть. Этим летом в Архангельске завершилась очень важная образовательная стройка – интеллектуальный центр, научная библиотека САФО. Оснащенная по последним технологиям и мировым стандартам, библиотека будущего станет важным информационным, научным и досуговым центром в инфраструктуре поморской столицы. Когда читатель прошел в открытый фонд, нашел на полке нужную ему книгу, он может провести процедуру самостоятельной выдачи этой книги себе, запись ее на себя. Общая площадь семиэтажного гиганта, включая подземный этаж книгохранилища, составляет более 15 тысяч квадратных метров. Здесь будет храниться до двух с половиной миллионов изданий. Центр смогут посещать одновременно тысячи читателей. На книжных полках новой библиотеки наверняка есть место и для сказок. Сказка, но уже Архангелогородская распахнула свои двери для горожан этим летом на проспекте Чумбарова-Лучинского. Дом традиционной русской культуры Архангелогородская сказка имеет все шансы стать новой визитной карточкой поморской столицы. Этот дом, он будет прежде всего развернут на семью архангелогородцев, на то, чтобы могла здесь семья проводить свое свободное время, выходные дни. Посетителей Архангелогородская сказка встречает несколькими экспозициями. Выставкой работ, посвященной новоземельскому архипелагу, а также героям сказок Писахова. А в интерактивной комнате сказания о граде Архангельском можно узнать о славных страницах истории поморской столицы. Одним из символов дома стала поморская семья, крепкая и мастеровитая. Раз есть семья, значит есть и дети. А потому мэрия Архангельска продолжает ремонтировать и строить новые детские сады. Открывает муниципалитет и дополнительные группы в уже существующих. Так, 1 сентября в детском саду Сосенко открылась новая группа для двух дюжин мальчишек и девчонок. Внутреннее пространство садика удачно оптимизировали. Здесь же был раньше уже пункт, вот была спальня от той группы, мы там сейчас тоже... Это очень важно, что мы не в ущерб открываем, группы не в ущерб. Мы открыли на первом этаже, у нас сделано отдельное помещение, согласованное с пошлым взором. Работу по сокращению очереди в дошкольные учреждения, возвращению помещений детсадов и их ремонту мэрия Архангельска ведет уже шестой год. За это время дополнительно открыто более трех тысяч мест в садиках. В 2014-м открыты 8 таких групп на 170 малышей. А теперь перенесемся на улицу Шабулина. Здесь этим летом прошел большой дорожный ремонт. От Воскресенской до улицы Розы-Люксембург, включая кольцевую развязку, на пересечении с улицей 23-й гвардейской дивизии. На работу город направил 4 миллиона рублей. Больших коротокох инициатив. Делайте чаще дороги. Новый асфальт уже появился на части площади профсоюзов. Аккурат после прокладки всех коммуникаций к строящемуся Михаил Архангельскому кафедральному собору. На мемориале площадь памяти, расположенном на Кузнечевском кладбище, состоялся торжественный митинг, приуроченный к 30-летию общественной боготворительной организации «Долг». Сотни архангелогородцев в этот день пришли отдать дань памяти тем, кто исполнял свой воинский долг в Афганистане. Около двух тысяч ребят со всей области служило тогда в ограниченном контингенте советских войск. Домой не вернулось 88 солдат. 16 из них были перезахоронены на Вологодском кладбище. Здесь же память всех ребят, которые погибли в Архангельской области. Нам же дороги каждый. Это же все наши сыновья, все друзья боевые моего сына. И поэтому очень трогательно все приезжаем на митинг, чтим память, вспоминаем всех ребят. У истоков площади памяти, которая появилась в Архангельске 23 года назад, стоял нынешний мэр Архангельска Виктор Павленко. А с организацией «Долг» его связывают годы сотрудничества и настоящей мужской дружбы. С каждым годом на площади памяти, как она теперь называется, собирается все больше и больше молодежи. Очень важно. Мы всегда говорим о объединяющей идее в России. Она есть. Это любовь к родине, к России, патриотизм. И я думаю, что в нашем городе воинской славы эта работа ведется, и в нее вкладывают большой вклад и клуб долг. Спасибо всем. Диский поклон вам, дорогие мамы, за ваших сыновей. В памяти достойных сынах Отечества на мемориале в скором времени будет открыта воинская часовня Святого Ильи. 30 лет. Вроде и срок маленький, да, но за 30 лет очень много сделано. Вы сами знаете, вот мемориал, книга памяти, дом построен для афганцев, мемориальные доски, уроки мужества. Да даже просто мы проводим уроки мужества для подростков, то есть воспитание подрастающего поколения, помогаем родителям. Также организация «Долг» при поддержке мэра Архангельска Виктора Павленко издала первый том книги памяти, посвященный афганцам. Сегодня к печати готовится второй о тех, кто служил на Северном Кавказе. Общественная организация «Долг» возникла как военно-патриотический клуб по инициативе участников военных действий в Афганистане. Сегодня «Долг» объединяет ветеранов, служивших в горячих точках, как в России, так и за ее пределами. На праздничном концерте, посвященном 30-летию организации, побывала Мария Воробьева. 30 лет – это целая жизнь. А жизнь военно-патриотического клуба «Долг» началась со сбора информации о северянах, служивших в Афганистане. В 1986 году в Архангельском краеведческом музее была открыта одна из первых в стране выставок, посвященных той войне. В 1988 на зданиях школы Архангельска были установлены мемориальные доски в память о погибших выпускниках. А в 1991 году на Кузнечевском кладбище появился первый в СССР мемориал воинам-интернационалистам, где были перезахоронены военнослужащие из пяти городских кладбищ. Нужно помнить, чтобы не забылось, чтобы не превращалось, как у нас сейчас происходит на Украине, правильно? Чтобы не поднимался опять фашизм, чтобы не рушили памятники участникам Великой Отечественной войны, мемориальные доски, чтобы не срывали. Нужно помнить, что была такая афганская война, была северная, кавказная, другие локальные военные конфликты. Об этом нужно помнить и воспитывать наше подрастающее поколение в этом духе. Даже в разгар юбилейного концерта на лице Виктории Болотова ни один мускул не дрогнет. Вахту памяти участница Школьного патриотического объединения Патриоты России несет третий год. Я очень люблю свою страну, свой город и хочу своим примером донести до всех ребят, что важно помнить умерших, отдавших свою жизнь за наше будущее. На экране с фотографии глядят 88 солдат, уроженцев Поморья, которые не вернулись с афганской войны. Их имена занесены в особую книгу памяти, которая издана при поддержке мэрии Архангельска. Я впервые познакомился с организатором этого клуба в 87-м году, будучи вторым секретарем Виноградовского райкома комсомола. И с тех пор я дружу, помогаю, они меня критикуют, потому что мы друзья. Я счастлив и горд тем, что у меня есть такие друзья, друзья, прошедшие войну, мои годки, десантники и люди. Это по Александру Дмитриевичу видно, это высочайше, чистейшие люди. Поэтому вот эта честь и совесть действительно нашего города, нашей России. И 30 лет назад замечательные ребята выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, свой солдатский долг, вернулись, остались неравнодушными и создали клуб долг, чтобы выполнять свой гражданский долг, чтобы помочь ребятам, пришедших с войны в реабилитации, в устройстве на работу, в выбивании жилья органов власти. Эта работа до сих пор продолжается. Честь и хвала за это. И мирного неба в нашей России. В эфире бывает информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю.